О, какое дерево Бермонтов посадил, видите? Называется зайчья капуста. Вот какой-то домик еще, деревянное покрытие, а вот, видите, елка, может ее сам Лермонтов сажал. Ну че ж он все время стихи до стихи писал, когда-то что-то и сажал, наверное. Вон, какой домик, камышом крытый. Высокое дерево. А это, по ходу, конюшня. Вот слева крыша металлическая. Ну вот мы и пришли. Вот смотрите, какой домик. А я захватил такие дома. У нас с Кавказской были соломой крыты. И такие маленькие окошки. Он и сейчас, этот дом стоит, просто он перекрыт профлистом уже. А был крыт камышом, я помню. Это какой древний. Ты запаривай, мне утешить. Худей. Запаривай. Правильно я сказал, конюшня. Хомуты. Кто украл в колхозе хомуты. А эхо говорит, ты, ты, ты. Помните? Красиво здесь. Это внутри домика. Домик. Здесь он спал, писал, читал. Какое кресло. Кабинет. Да, за таким креслом можно стихи писать, сочинять. Прям президентское кресло. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот я сижу возле домика Лермонтова. Вот он, маленький домик, покрытый камышом. Сижу на лавочке, под деревом, прохладненько. И думаю, вот здесь он жил, писал, творил. Вдохновение получал на свои произведения. А из меня тоже стихи лезут. В стремлении истину познать, провел я много лет. А может, не дано мне знать того, чего и нет. Я в центре солнца был, мизон в руках держал. Я себе забыл, я от себя бежал. Что еще? А зловещая тишина окружает мой разум больной. Может, тем она и горда, что я был когда-то шальной. Вот что-то поперло из меня. Мысли зловещие бродят во мне. И ускользает разума нить. Словно копаюсь я в грязном дерьме. Хочется только кушать и пить. О, как устал. Заснуть бы лет на сто. Забыл. Чего-то не успел я сделать. Кричу. Но это все ночи. Не плачу. Нет уж слез. А вот и моя мужа пришла. Чего ты там лепетал? А вот был бы из меня так вот Лермонтов бы свой. А получился Александр Дог. Каждому свое. Уходим. Вот имение Лермонтова. Что за смех такой? Хи-хи-хи. Вот какие-то домики здесь. Такие вот каменные построения. Все под старину. Вообще атмосфера такая. Так стихи прут из меня. Другой волной. Леснула мысль меня. И разум мой затмило провидение. Вот дайте, дайте в руки мне коня. И я на нем промчусь по сновидениям. Прямо сейчас мне пришло такое. Представляешь? Вот оказывается здесь воздух. Вы закусываете? Я закусывал. Ты что, не видела? Нет. Огурцами солеными. Здесь сам горный воздух. Способствует тому, что стихи прут. Не стремился я рифму найти. Просто мысли в голову лезли. От действительности трудно уйти, если дурь в тебя медленно влезла. О как! А Виктория Аберачинская откуда в нем всего этого? И удивляется. А я когда-то писал стихи. Ну, четверости еще разные, такие небольшие. Вот и вспоминаю их. Земляне, я, будучи здесь, в музее Лермонтова, сочинил стихи и хочу посвятить их Виктории. Подожди, остановись на секундочку. Твои груди ртутью налитые. Болтаешь. И улыбки нежно оскал. И за уши из бронзы отлитые. Я тебя по музеям таскал. Ну что, красиво? Какие грудьи налитые? Ну, твои груди бронзой налитые. И улыбки нежно оскал. И за уши втутью налитые. Я тебя по музеям таскал. Ну, это второй. Это кто кого таскает. Это второй вариант стихов. Ну, вот тут пришло у меня такое. Виктория меня в грудь ударила. Вот так, наверное, и Лермонтов посвящал своим любимым. Такие подобные стихи. Они его за это любили. Оглянись секундочку. Помаши землянам. И скажи спасибо, что я тебя по музеям таскаю. Ну, ты меня таскаешь, а я тебя как бы таскаю. Ну, как бы ты начинаешь, а я продолжаю. Все равно вместе таскаем друг друга. Ладно, мы вместе таскаем друг друга по музеям. Как-то так. Вот такой домик Лермонтова. Вот видите, слуховое окно. Не знаю, что они в него слушали и куда смотрели. Во двор, наверное. Домик Лермонтова. Здесь их много домиков. Ну, это как бы получается имение. Вот такое красивое дерево. В память о Лермонте. Смотрите, какие нежные эти. У нас такой дома растет. Деревцо. Заканчивается наша экскурсия. Город Пятигорск. Жителям города Пятигорска привет. Вот, приветствую. Вон она, Виктория. Появилась в желтеньком. А мы уходим уже. Она была в домике. Ну, не Лермонтова. Есть такие специальные домики. Куда ходят мужчины и женщины. А мы собираемся уже домой. Ну, как домой. В гостиницу. Нет. На канатную дорогу, да, поедем? В общем, дальше. Куда она меня потащит? Нет, конечно, это она меня таскает, не я. Это мне просто в стихи, в ритмах вот так получилось. Вот я и написал. Сказали, кажется, с той стороны вход. Все. Выходим в город. Хорошо здесь там? Тихо, спокойно. А здесь уже, видите, движение. Другая жизнь городская. Редактор субтитров А.Семкин